Трагическая история Кати Мухараева и Скизила, которую полтора года назад до состояния комы избила собственная мать, шокировала многих. Девочка выжила, но уже никогда не будет полностью здоровой. Сейчас ей 8 лет, она живет в санаторном детском доме Перми. Постепенно восстанавливается, узнает воспитателей, самостоятельно стоит и ходит, держась за руку. Катюша и другие дети с проблемами смогут поправить здоровье в так называемой сенсорной комнате, обустроенной при помощи благотворителей. Каких только комнат не бывает на свете. Комната смеха, комната страха, тайная комната. А вот эту правильнее всего было бы называть комнатой волшебной. Ну, или комнатой новых возможностей. Зайдем? Это место, где ребенок может побыть один, уютно устроиться, расслабиться и просто подумать, помечтать под звуки природы. Или позаниматься с психологом. Все эти спецэффекты – зеркальный шар, звездное небо, объемная труба бесконечности – стимулируют работу мозга, подталкивают к развитию. Многие маленькие хозяева санаторного детского дома ограничены в движении. И новые яркие впечатления для них – то, что доктор прописал. Мы работаем по здоровьезберегающим технологиям. Как раз вот все эти элементы будут оказывать влияние на и психику ребенка, и на его состояние здоровья. То есть это все пойдет по улучшению состояния здоровья. Сами, да, посмотрите, как вот это все действует, успокаивающе. Еще музыка у нас всегда здесь играет. Потом мы введем ароматерапию, да? Да. Задействуя зрение, слух, осязание и обоняние, сенсорная комната умеет не только успокаивать и расслаблять, но и тонизировать. Делает она это ненавязчиво и увлекательно. Мне понравилось. Ну, звездное небо. И вот то вот, типа, какого-то сияния. Класс. Помечтал так, только все. Попредставлял, как куда-то попадаю там. Вообще, ну, очень понравилось. Это одна из сенсорных комнат, а всего их мы закупили для пяти сенсорных комнат. Цель наша не в том, чтобы, так сказать, показать, какой хороший у нас фонд. Это цель в том, чтобы, во-первых, показать даже членам палаты о том, что куда тратятся деньги, которые они жертвуют на благотворительность, и для того, чтобы, на право, привлечь других спонсоров. Полтора года назад врачи опасались, что Катя Мухараева всю жизнь проведет в вегетативном состоянии, полностью парализованная. Сейчас воспитатели ждут, что она вот-вот пойдет сама. Заботливый уход и систематические занятия способны на чудо. А волшебная комната поможет этому чуду свершиться быстрее. Юлия Алеева, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.